друзья всем привет я каждый раз в своих роликах прошу вас обязательно оставлять комментарии под видео где бы вы его не увидели в vk в telegram или в youtube канале нашем и благодаря этому я знаю что вы хотели бы посмотреть что вы хотели бы увидеть спасибо что комментируете и самый наверное частый такой вопрос какой нож мне приобрести до трех с половиной тысяч в формате первого ножа или чего-нибудь такого и дело в том что мы регулярно снимаем похожие видео с подборкой ножей там до 3 до 5 и так далее тысяч рублей но дело в том что ассортимент постоянно меняется какие-то новые ножи появляются какие-то исчезают полностью с продажи а какие-то бывают старые ножики которые внезапно раз и обретают лютую бешеную популярность на которую раньше внимание не обращали а теперь они такие раз и новую жизнь так сказать в общем не будем долго сиськи мять хотя сиськи мять это полезно это очень хорошее дело в общем работа работа и сиськи сами собой не помутся но начну я пожалуй с ножа если мы говорим про первый нож я думаю что если у вас нету ножа пинель с него надо начинать это точно потому что это самый распространенный в мире нож это делают французы и делают прямо во франции складные простые элементарные очень простой механизм у него он на пальцы вам не сложится это резак и на самом деле я бы сказал что почти все ножи в нашей сегодняшней подборке будут чистые резаки а это значит что у них будет хороший тонкий агрессивный рез и при этом я бы не стал на них давать боковые нагрузки тут надо понимать что ножом надо пользоваться вот так они не вот так это нож и не зубило и так далее а пинель стоит у нас он совсем недорого до 2000 рублей вы вполне сможете себя выбрать можно взять просто в дереве можете взять с пластиковой рукоятью или тоже деревянную но с гравировкой с выжиганием и так далее у них есть огромное количество различных серий ножей про спортсменов про хобби или что-нибудь такое даже с различными странами если вы альпинист берите с горами если велосипедист с велосипедами соответственно выбора не предоставляют ножи простые достаточно резучие легкие что очень важно и позволяют понять в принципе что это такое но я бы его не относил этот нож я имею ввиду вообще ножи фирмы а пинель к такому формату и дисси все таки у них нету некоторых моментов для ежедневного ношения если мы именно такие ножи хотим у него двуручное открывание нету никаких шпиньков флипперов или чего-то такого нету клипсы то есть он носить либо в чехле либо в сумке и так далее я же рекомендую рассмотреть некоторое количество интересных и диссишников на данный момент а пинель самый стандартный номер восемь до 2000 рублей что-то 1700 или около того конкретно в нержавейке все остальные мы с вами точно уложим до трех с половиной и диссишник за 3 250 от компании си эйч выглядит он действительно здорово цена у него небольшая но при этом у него здесь g10 коричневого цвета и vg10 на клинке я бы сказал что за этот ценник это отличные материалы японская нержавейка замок у него лайнер вполне интересная механика флиппер открывается видите просто одним движением вот так вот очень легко и просто удобная комфортная клипса она конечно простая китайская компания сеевич это ребята из китая но этот ножик я бы сказал у него достаточно приличный обувь что-то я здесь смотрю в районе даже трех с половиной миллиметров для складного ножа на и дисси это очень здорово сталь vg10 будет у вас долго держать заточку хорошо сопротивляться коррозии в отличие от той же самой до 2 хотя до 2 это для ножей формата и дисси наверное наверное все таки талон чаще всего ее использовать на vg10 она еще не ржавеет крутая эргономика и этим ножом действительно можно что-то поковырять построгать то есть можно прилагать какие-то силовые нагрузки у него более пухленькая такая рукоять и она не имеет каких-то ярких насечек тем не менее рукоять рельефная держится в руке отлично и флиппер имеет хороший упор и насечка на обухе под большой палец его можно удобно взять отлично построгать что-нибудь соскоблить поковырять и так далее за ценник до трех с половиной тысяч в данном случае на данный момент на момент съемки видео этого момент потому что вы посмотрите через два года он уже будет стоить там 1000 рублей экономика у нас взлетит и соответственно вы скажете как же так что вы говорите что так дорого можно три уже купить вот номер съемки видео 3250 хороший вариант си эйч дальше g10 d2 black wash покрытие на клинке и это нож от компании srm это ребята которые делают в основном и dc-шники и вот как раз нож для ежедневного ношения собственно если кто не знает именно так переводится понятие и dc everyday carry носим с собой каждый день то есть это нож который может пригодиться буквально в любой момент и при этом мы его можем легко извлечь из кармана достать им воспользоваться что-нибудь порезать что-нибудь сразу там сделать такое то есть у него нету конкретного назначения что это нож там для резки помидоров или чего-нибудь такого это нож можно так выразиться для большинства задач которые вы могут возникнуть перед нами в обычной повседневной жизни ему немножечко на мой взгляд не хватает механики но дело в том что компания srm собирает их всегда на сухую а это значит что если капнуть туда чуть-чуть blue lub или в дэшки баночка blue lub наверное сейчас будет стоить примерно как ножик и пинель отдельно но тем не менее и он хватит очень надолго копайте сюда немножечко смазки и он у вас начинает отлично летать при этом нож интересен тем что у него за 2 800 а этот прям совсем на мой взгляд недорого за d2 и g10 у него не лайнер лог у него что-то на подобие аксиса то есть замочек как на бенч мейдах и если лайнер везде называется лайнер то что касается такого типа замка каждая фирма придумывает какое-нибудь свое название потому что у бенчей аксис лог в какое-то время был запатентован поэтому придумываем каждый раз какое-то свое я буду говорить что-то типа аксиса достаточно популярный нож их есть несколько видов стали d2 стали 8 chrome 13 в g10 в пластике в таком формате они стоят даже дешевле это вот за 2 800 я бы сказал я даже дорогой выбрал и моделька это называется 92 01 так что в принципе можете на сайте просто вбить 92 01 и вам выпадет сразу список со всеми вариантами этих ножей выбирайте под себя под свои задачи под свои ощущения какие-то полегче какие-то потяжелее но я бы сказал так если у вас есть друзья которым нравится что у вас такое количество ножей и они с интересом это обсуждают но сами ножа не имеет я думаю вот это вот вещь точно вас не разорит если вы возьмете вот такой вот нужно подарок другу чтобы приучать его к культуре он поймет что такое нож на каждый день и как он часто пригождается в простых повседневных задачах заценят я думаю это одна из причин почему он ножи srm и конкретно 92 01 я имею ввиду эта модель в разных правда ее вариациях стала настолько популярны на сегодняшний день а вот это петрифайт фиш от с деревянной рукояткой и с клинком из сэндвика 12 и 27 смотрите какая интересная форма клинка у нее почти прямая режущая кромка и этот ножик прогремел в свое время потому что опять же приличные материалы классная сборка и пушечная просто механика я сначала когда эти ножи только пришли я думал что они на ассисте потому что я чуть-чуть только вот буквально без усилия вывожу шпенек вывожу большой палец за линию рукоятки и нож прямо выстреливает нет у него кажется нет никаких пружин простой замок лайнер сделан очень аккуратно при этом дешево он совсем мало стоит клинок из нержавейки его будет достаточно легко точить прям сильно долго заточку он не держит конечно но 12 и 27 это такая самая оптимальная в том числе и для пищевых продуктов и при этом это джентльменский нож то есть его можно к рубашке костюму и так далее по т я и правда не знаю как это точно переводится моя ассоциация со словом паштет если честно я думаю вполне себе пригодится с учетом формы клинка почему нет я думаю очень здорово будет намазывать паштет на хлеб у него сразу идет темлячок в цвет рукояти такой кожаный с бусинкой небольшой из желтого металла выглядит здорово это полный комплект если вы идете на мероприятия у вас только одни кол стил и тактики и всякие такие кракозябры здоровые и вам нужен нож на аккуратненько и мероприятие чтобы вы как джентльмен пришли и там вскрыли какой-нибудь конвертик с поздравлением там зачитать какую-нибудь речь я думаю вот этот нож действительно произведет впечатление при этом 2 700 ну боже мой 2 700 за вот эту прелесть люди действительно удивляются и такие давай два другу подарю вот поэтому я вам эти ножи показываю потому что они действительно оказались популярны том числе из-за цены но и на самом деле это не просто какой-то дешевый нож это хорошие дешевые ножи которые стоят немного но при этом стоит своих денег вот как я бы сказал и 3 fight fish pt это его название pf это эмблема которую мы можем увидеть здесь в инкрустации металлической посреди деревянной рукоятки небольшой бэкспейсер который еще образовывает темлячные отверстия ножик сам по себе очень легкий очень аккуратненькие маленькие винтики маленький шпенек блин механика а я бы заплатил 2 700 чтобы у меня на других ножах была такая же механика а ножи стоят гораздо дороже очень мне нравится что ли взять си эйч srm и petrified fish это бренды которые чисто китайские бренды есть при этом для тех кому хочется чего-нибудь прямо интересного африканский бренд называется honey badger он же не доед тоже до трех с половиной в данном случае чуть больше трех тысяч три тысячи десять рублей это уже полноценный здоровый резак спуски от обуха у него есть wave для открывания этого ножика об карман у него есть отверстие типа spider hole за который мы можем открывать его вот таким вот образом флиппер подшипник который обеспечивает хорошую механику насечки со всех сторон просто здесь у него зубчики здесь у него начали зубчики здесь зубчики в районе флиппера держать его действительно удобно у меня такой нож был я пользовался с великим удовольствием приехал друг говорит подари я говорю дарю с удовольствием и я не люблю дарить плохие ножи это хороший нож честно вам скажу он есть тоже в разных исполнениях есть подороже подешевле 8 chrome в до 2 чуть в разных рукоятках но тем не менее в среднем варьируется где-то в районе трёльника у него ценник и сегодня мне понравился вот этот потому что он выглядит странно как будто у него глаз длинный нос и такая прическа как у элвиса пресли торчит вперед на самом деле это действительно функциональная вещь и по правде говоря вот таким вот образом если мы его вытаскиваем из кармана зацепляемся вот этим вейвом он нас отлично выщелкивает всегда сто процентов африканский бренд почему медоед потому что если кто не знает медоед это самая такая имбовая зверюшка вообще когда существует в дикой природе медоед это такая вещь которая не боится ни бога ни черта все время ходят по одному разгоняет волков гиен там нападает на львов если ему хочется в общем и этот ножик как раз старается оправдывать свое название опять же универсальных ножей не бывает но это я бы к ним все-таки попробовал отнести потому что этот нож ну для всего и это нож на каждый день он достаточно крупные хорошо будут лежать в руке даже в большой при этом он легкий благодаря тонким лайнерам и легким пластиковым накладкам плюс еще такая насечка виде сот ассоциация с медом медоед же все-таки тоже отличная вещь они в свое время как только у нас цены начали взлетать из-за политической ситуации заняли свою нишу очень не зря потому что предложили хороший ценник потом пришли срм их порвали по цене тем не менее вот эти ребята отлично и так я вам показал нож опинель который не и 10 ник но очень должен быть на мой взгляд в коллекции каждого нажимана хотя бы побывать потом можно его просто подарить или продать опинель это хорошо потом некоторое количество вам показал китайцев которые из твердой d2 из мягкой нержавейки сэндвик из твердой vg-10 японской с пластиковой рукояткой с большой маленькой рукояткой так далее и показал вам американский кершу шаффл очень тоже популярный нож он один из самых бюджетных в принципе в линейке кершу у него здесь есть открывашка ребристый backspacer что-то вроде темлячного отверстия которое в принципе можно использовать и как плоскую отвертку что-нибудь поддеть подковырнуть у него небольшой совсем клиночек то есть сколько я здесь вижу где-то четыре с половиной может сантиметра совсем маленький выемки под пальцевые в рукояти которые обеспечивают очень уверенный и надежный хват с учетом того что клинок небольшой можно вот прям так большой палец расположить на обухе и прикладывать очень большие силовые нагрузки при этом в кармане место он совершенно не займет и не потеряется если вы его вдруг выронили потому что вы можете его взять в ярко-голубом ядовито-зеленом цвете оранжевом там если нравится тактика можете взять черный оливу песок и так далее они есть в разных исполнениях и кершу это американский бренд среди американских ножей не так много ножей которые входят в эту ценовую категорию вот это чистый десишник то есть это даже вспомогательный нож если вы не взяли с собой какой-нибудь нож например на пробежку потому что он громоздкий там оттягивает карман или что-то такое вот про кершу шафл так сказать нельзя потому что вы тупо даже забудете его выложить это теряющийся нож потому что его не то что уронили в траву его не найти а потому что его забывают люди выложить из кармана когда едут в аэропорт он не чувствуется вы просто не знаете что он у вас с собой есть при этом если вы привыкли к тому что он у вас где-нибудь к штанам прикреплен я думаю что даже с этой мыслью можно купить их штук пять короче говоря и ко всем штанам их прикрутить на саморезы но серьезно как я уже сказал много вариантов ножик функциональный маленький удобный и для городского ношения на мой взгляд подходит идеально ну и конечно же нельзя не показать в этой подборке нож который лично я долгое время считал лучшим ножом за свои деньги и и этого звания он удостоился несколько раз в наших обзорах правда после этого они исчезали полностью и из продажи я имею ввиду невозможно было их найти купить я даже сам себе не успевал несколько раз их приобрести но дело в том что они снова приехали и это конечно же спайдерка милитари за 2 500 реально очень крутая копия спайдерка милитари на лайнере со спайдер холлом прямо в том же самом размере это здоровый достаточно нож для крупной руки с длинным клинком которым будет удобно резать но буквально все это нож называется боец бывают боец 2 боец 3 и в данном случае это боец 3 у него d2 g10 компания стилкло их производит производство у них располагается в бренд наш российский отечественные они приехали снова поэтому кто хотел и не успел вы знаете что делать кто будет сиськи мять вам я буду просто завидовать остальные успеваете действительно они очень быстро расходятся прямо очень быстро я не уверен что они останутся до момента выхода сейчас вот я снял их их много потом видео выйдет пока люди его будут монтировать все кончится они серьезно это как бы где 500 это хороших ценник для таких ножей у нас есть большой достаточно выбор крутых ножей и спайдерки у нас есть и дорогие и среднего ценового сегмента дешевых спаев я бы сказал не бывает сейчас а боец бывает и это отличная копия из d2 g10 крутая эргономика вполне неплохая механика резать он у вас будет очень долго и беспощадно сведена очень тоненько у него спуски от обуха милитари это действительно не зря такой популярный во всем мире ножек он зарекомендовал себя за него проголосовали рублем очень многие очень давно и пожалуй это все таки лучшие ножик за свои деньги по крайней мере в этом ценовом сегменте и наверное в этой подборке просто не всем нравится спайдерка это вопрос вкуса так сказать не всем нравятся и дизайны но реально нож очень крутой и я бы даже сказал по сборке в некоторых случаях превосходят многие другие ножи собственной компании спайдерка у этих ребят клинок я смотрю всегда любой бюро у них всегда клинок по центру они работают на шайбах никаких там подшипников нету соответственно разлюфтить его будет не так то просто он будет долго работать у вас на уровне близком к идеалу капелька масла он у вас будет летать вообще флиповать как красавчик поэтому ребят вот кто спрашивал какие ножи там до трех с половиной вот эти вот все ножи которые я вам показал на мой взгляд на сегодняшний день это наверное самые лучшие варианты особенно вот этот этот среди них по-моему лидер но видите я постарался вам подобрать самые разные маленькие большие и диссишники не и диссишники джентльменские тактические ножики в общем выбор у нас есть всегда принципе в любой ценовой категории на эти ножи я вам еще и скидочку дам может быть не на все поэтому будьте внимательны в этом вопросе проходите в описании под видео под видео всегда у нас есть ссылки по которым вы найдете скидки на ножи представленные в этом видео у меня на сегодня все пишите в комментариях что вам еще показать следующие разы всем пока